25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с эпидемией коронавируса в мире. Владимир Путин отметил, что принятые меры позволяют пока сдерживать широкое распространение болезни, но полностью отгородиться от угрозы страна не сможет. В этой связи возрастает роль самих граждан, которые должны выполнять все рекомендации врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит, особенно это касается наиболее уязвимых групп населения, людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски, подчеркнул Владимир Путин. Говоря о приоритетах власти в части здоровья, жизни и безопасности людей, президент России сказал, что считает необходимым перенести голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля на более позднюю дату. Кроме этого, руководитель государства объявил о введении выходной недели с 28 марта по 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу, сказал Владимир Путин. Обращаясь к гражданам страны, глава государства также отметил, что все социальные пособия и льготы в течение ближайших шести месяцев будут продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных справок. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла осуществят уже в апреле. В ближайшие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, ежемесячно дополнительно будут начислены по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Отдельно было сказано о выплатах, касающихся новой меры поддержки семьи с детьми от 3 до 7 лет. Руководители регионов должны обеспечить все организационные мероприятия для начала федеральных выплат на месяц раньше, уже в июне. Глава государства посчитал важным предоставить отсрочку компаниям малого и среднего бизнеса по кредитам и по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Микропредприятия могут воспользоваться еще и отсрочкой по страховым взносам. Комментируя обращение президента России к гражданам, глава республики подчеркнул важность слаженной работы республиканских ведомств, нацеленной на выполнение всех поставленных задач. Сегодня мы имеем четкие указания и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. В части системы здравоохранения есть конкретные указания по лицам старше 65 лет. Мы должны оградить их от опасности. На местах важно объяснить суть карантинных мер и мер ответственности за их несоблюдение, подчеркнул Мурат Кумпилов. 25 марта глава АДГИ Мурат Кумпилов провел заседание республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Было отмечено, что в республике Роспотребнадзором выявлен один случай подозрения на коронавирус. Все решения, принятые на оперативном штабе, должны в обязательном порядке выполняться на местах. Муниципальные штабы тоже должны перейти на круглосуточный режим работы. Необходимо разъяснить населению, что вернувшиеся из заграничных поездок в обязательном порядке должны извещать службы здравоохранения и самоизолироваться на двухнедельный срок, отметил Мурат Кумпилов. Глава республики подчеркнул, что от оперативности работы органов власти всех уровней зависит здоровье и жизни жителей республики. И каждый должен подходить максимально к своему участку работы. Во исполнение распоряжения главы республики Адыгея 20 марта под руководством главы Кашхабского района был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кашхабского района. В состав штаба вошли председатель Совета народных депутатов, заместители главы района, начальники отделов и управления администрацией, главный врач Кашхабской центральной районной больницы, начальник Кашхабского пожарно-спасательного гарнизона, начальник филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Шовгеновскому, Кашхабскому и Геогинскому районам, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабский, директор Кашхабского КЦСОН, главы муниципальных образований района. Заседание оперативного штаба проводится ежедневно, что позволяет сформировать четкий алгоритм совместных действий. На очередном заседании глава района довел до сведения присутствующих обращения президента Российской Федерации, а также поручения главы Республики Адыгея. Всем заинтересованным службам и ведомствам даны четкие указания по недопущению распространения коронавируса. В завершении Заурха Мирзова отметил, что борьба против распространения коронавируса никоим образом не должна повлиять на качество выполнения работы с обращениями граждан. Можно скорректировать работу, придав ей дистанционный характер. Современные средства связи, в том числе интернет и соцсети дают прекрасную возможность любому жителю района, находясь у себя дома напрямую, обратиться в любое госучреждение, в том числе и администрацию района. Нам следует еще больше усилить работу с гражданами в соцсетях. Ни в коем случае ни одно из обращений не должно оставаться без ответа и принятия соответствующих мер. Подобный подход в работе с обращениями граждан будет внедрен во все бюджетные учреждения района. Контроль над качеством исполнения будет осуществляться администрацией муниципального образования Кашхабльский район. Напомню, что в круглосуточном режиме работают телефоны горячей линии администрации муниципального образования Кашхабльский район. Продолжение следует...